Да, можем начинать. Начинаем, собственно, нашу пресс-конференцию сезона 23-24. Завершился регулярный чемпионат для нашей команды, и главный тренер нашей команды и исполнительный вице-президент готовы подвести итоги этого сезона. Виктор Юрьевич, давайте начнем с вас. Ваш комментарий на этот раз, наверное, уже не короткий, а такой полноценный по поводу прошедшего сезона. Полноценный. Ну, скажем, сезон, его можно разделить на четыре части, наверное, даже на пять. На пять частей, и каждая из этих частей, она была своего рода определяющей. И давайте начнем с первой. Первая часть – это пресс-сезонная подготовка. Нам за многие годы удалось собраться, скажем так, в нужные сроки. К первому августа мы были, наверное, уже в полном составе, за исключением тех ребят, которые участвовали во всекитайских спортивных играх в Китае, а все остальные были на месте. То есть с этим особых проблем не было, и нам удалось провести полноценный, скажем так, предсезонный сбор, подготовку полноценную. Вот. Поэтому к началу сезона мы были готовы. Те ребята, которые приехали из Китая, ну да, они, скажем так, были не в самой лучшей форме. Ребята, которые были в Москве, опережали их по своим кондициям, по физическому состоянию, да и вообще по многим вещам. Но вообще вот эта вот вся, скажем так, полноценная предсезонная подготовка дала нам возможность удачно стартовать. Ну и вот тогда мы переходим уже ко второму этапу. Это начало чемпионата, скажем, и первый месяц сентября. Наверное, для всех было большим удивлением, что Кунь Лунь стартовал, выиграл 4 из 5 игр, это первый раз в истории команды, и к этому моменту, после пятой игры, находился на первом месте в турнирной таблице. Вот. Нас это тоже радовало. И как бы, естественно, я, как главный тренер, надеюсь, что... Я не думал, что так будет все время, но я надеялся, что так может продолжаться еще какое-то время, а может быть и не какое-то время, а может продолжаться. Но тут вмешались дополнительные факторы. Скажем, еще на предсезонной подготовке мы потеряли одного из центральных нападающих, Коля Кейна. А во время предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы мы потеряли одного из ведущих нападающих, Паркера Фу. А в четвертой игре сезона мы потеряли еще одного нападающего, Астона Вонга. И в седьмой игре мы потеряли брата, Паркера Спенсера. Причем всех мы их потеряли довольно-таки на долгие сроки. И к середине сентября мы еще потеряли Колина Кэмпбелла, еще одного центрального. И в итоге оказались ситуации, когда количество нападающих у нас было очень-очень ограничено. И вот теперь переходим к третьему, скажем так, к третьему этапу. Это октябрь месяц, когда на нас, на команду наложилось и все, и отсутствие нападающих, травмы, и довольно-таки жесткий календарь. Именно в октябре месяце мы... Там был такой период, начало октября, когда мы сыграли, если я не ошибаюсь, пять игр за семь дней. Вот, пять игр за семь дней, причем с такими довольно серьезными командами. Все это еще было на фоне возвращения с Дальнего Востока. И вообще этот весь октябрь пошел кувырком. В итоге октябрь мы полностью провалили. И только десять поражений подряд. Да, мы старались, да, мы боролись. Эти поражения были там с разницей в один гол. Где-то там мы в пустые ворота пропускали в два гола. Но это слабое утешение, потому что очков нам октябрь месяц принес мало. И мы отстали в этой турнирной таблице. Вот. И тогда мы переходим уже к следующему этапу, когда ребята стали возвращаться травмированные. И Паркер вернулся, и Супи, Кэмпбелл вернулся. К нам присоединился Тима Пулкинина. Мы подписали Брэндона Макменина. И вот начиная, наверное, с конца октября, начало ноября у нас образовался такой боеспособный коллектив. Нам потребовалось еще немножко времени. Ну и вот к декабрьскому перерыву мы стали набирать очки. Вот. И, в принципе, отставание было еще не такое большое. И была надежда на то, что после декабрьского перерыва, удачно проведя, скажем, подготовку, у нас есть такая возможность, что мы сможем запрыгнуть в эту сокровенную восьмерку и оказаться в зоне плей-офф. Но декабрь, конец декабря, я назвал его с Новым годом. Дед Мороз подарков нам не принес. Сейчас, к сожалению, мы остались без подарков в виде очков. И семь игр подряд без очков конец декабря, начало января или с одним очком. Но без побед, скажем так, нас немножко касануло тоже. Ну и вот последний, пятый этап, концовка была, на мой взгляд, более-менее нормальна. И вот к паузе, к февральской паузе, к квалификационному олимпийскому турниру, к тому турниру, к которому мы должны были готовиться, и мы, в принципе, в начале сезона так и распланировали нашу подготовку. Мы были в полном оружии. Мы выиграли четыре игры из пяти к этой февральской паузе. Ну и вообще в конце 80-12, за последние 20 игр, если не ошибаюсь, мы набрали 20 очков. А за последние 15 игр чемканата набрали 18, что как бы довольно-таки больше, чем 50%, довольно-таки неплохой показатель. Ну, октябрь месяц, и вот этот вот Merry Christmas с Новым годом период нас немножко подвели. В итоге мы оказались на том месте, на котором оказались. Ну, как вы уже писали, вот, Алина, 56 очков. Ну и вообще этот сезон, это второй сезон в истории Куни-Луни. Если посмотреть, то там, скажем, сезон 20-21, там было 12 побед, 21-22-9 побед. Прошлый сезон было 21 победа, в этом году 25 побед, 56 очков. А вот, ну, если смотреть на предыдущие годы, этот сезон неплохо. Могли ли сыграть лучше? Конечно, могли. Надеялись на что-то большее? Конечно, надеялись. А вот, ну, теперь вот есть возможность подумать о том, почему так произошло, что и как. Ну, что еще хочу сказать? Хочу сказать, что 56 игр из 68, это были игры в один или в две шайбы. Часто мы снимали вратаря, 12 голов мы пропустили в пустые ворота. То есть, ну, эти игры все были близки. Где-то, где-то, где-то это все было рядом. Ну, где-то нам удалось взять очки в таких играх. Ну, к сожалению, во многих играх нам эти очки взять не удалось. Вот, наверное. Виктор Юрьевич, спасибо за Ваши комментарии. Николай Викторович, теперь Вам слово. А после этого перейдем уже к вопросам. Да, добрый день. Я, так, наверное, в своем тоже монологе поддержу Виктора Юрьевича. То есть, в принципе, все так и было. Ну, в управленческой точке зрения, если смотреть, то мы этот год оставались в России. То есть, на момент формирования состава, на момент постановки подачи на сезон, мы готовились к тому, что в феврале мы, соответственно, будем участвовать в олимпийской квалификации. Мы подгадали паузу в календаре. Десять дней нам лига пошла навстречу. Соответственно, ввиду этого у нас календарь поплыл. То есть, там еще несколько было вариантов. Мы рассматривали в сентябре возможность проведения нескольких игр в Пекине. Поэтому у нас поплыл в сентябрь из-за этого, потому что, когда мы от этих игр отказались, уже вернуть было нельзя. Вообще, календарь в этом году очень сложный был. И даже там где-то в середине сезона забегать вперед, когда нам стало понятно, что мы там не поедем на олимпийскую квалификацию. Мы что-то пытались подвинуть, но это просто нереально. Потому что смотришь, какой календарь был у коллег у других клубов. То есть, там у них тоже все настолько ритмично, что мы даже ни одной игры перенести не смогли, потому что возможностей не было. Если с одной командой договориться, им там тоже составлять не было. Им нужно было там или три подряд играть, или две подряд через день в разных городах. Тяжело это все было. То есть, соответственно, задача у нас была одна. Под нее формировался состав, план подготовки и, соответственно, план на сезон. Где-то по ходу понятно, что мы начали от этого страдать. Начали страдать от того, что календарь сложный. Начали страдать от того, что состав был, ну как бы ростер был изначально небольшой. То есть, нацеливались на то, что задача, в принципе, как бы она, задача подготовки игроков в сборную. То есть, на них концентрировались. То есть, не брали игроков на усиление. Ну и вот, как бы этим и поплатились, скажем так. То есть, и травмы, и тяжелый календарь. Это все вследствие вот этого момента. Потом, когда стало понятно, начали перестраивать. Да, так, как бы здесь тоже надо отдать должные команде. И тренировка, потому что сумели, в принципе, команду перестроить. То есть, понятно, мы держали в голове, что да, возможно, мы поедем на эту квалификацию. И олимпийских наших олимпиоников и участников в сборной, в принципе, вывели на должный уровень в февраль, на всякий случай. Но по ходу сезона получилось так, что команду пришлось ставить под другую задачу. То есть, условно переориентироваться. Потом стало понятно, что есть вариант такой, что мы не поедем, да, калуарно где-то слышалось. То есть, стало ясно, что надо, значит, в чемпионате добиваться каких-то результатов. А изначально чемпионат должен был стать как базой для подготовки сборной. Тут, как бы, все на голову меняется. Вот, в первую очередь для тренерского штаба, во вторую очередь для менеджмента. То есть, надо было искать какое-то усиление куда-то. Ребята быстрее из травмы выводить, стараться как-то форсировать их возвращение. Соответственно, мы как-то перестроили эту команду. Вот это, в принципе, команда, как Виталий Юрьевич сказал, она начала играть. Вот, какое-то время и потребовалось на то, чтобы она собиралась, чтобы адаптировалась. Но потом вот влетели вот в эту вот паузу. И эта пауза у нас казалась негативно. Ну, вот, может быть, действительно, скажем так, за двумя зайцами погонишься. Если бы окончательный состав команды у нас был с начала сезона. Ну, тут, как бы, я думаю, что и задачи ставились бы другие. И мы с вами бы не сейчас разговаривали, наверное, через неделю, как минимум. Вот. А тут получается, что, да, как бы была собрана одна команда, потом вторая команда. Понимаете, что у команды есть какие-то спады. То есть, без них не пройти. Да, есть у нас там определенная внутренняя кухня, которая способствует этим спадам. Ну, как бы, она у всех есть. То есть, человек – это все-таки не машина. У него есть какие-то ментальные вещи. И определенные периоды в году, они сказываются негативно. То есть, на состоянии команды тоже надо учитывать. Но это надо учитывать в начале сезона. Когда никогда-то по ходу добираешь, добираешь, добираешь. Лишь бы это что-то превратилось из сборной Китая в команду, которая может сцепляться за результаты. Ну, и, в принципе, опять же, эту паузу перевали в конец сезона. Ну, как Виктор сказал, то есть, команда тоже играла в том виде, в котором мы рассчитывали. То есть, у нас получалось так. Три раза выходили на создание новой команды. В итоге, до нее дошли. В общем-то, даже, я думаю, что с точки зрения и раздевалки, и настроя ребят на игру, и вот их понимание. Все подошли к тому, что надо. Но подошли бы мы к этому в ноябре месяце, а вот не в феврале. Я думаю, что было бы гораздо лучше. То есть, вот такой у нас сезон получился. Как бы мы сделали для себя много выводов. Но, опять же, здесь вопрос в том, что Куин Лунь, он как бы как команда-команда. То есть, будь у нас, допустим, фарм-клуб априори, или, допустим, молодежная команда, многих этих моментов бы у нас не было. То есть, мы бы, в принципе, может быть, за счет резервов как-то и переступили. А у нас ее нету. То есть, у нас, грубо говоря, есть вот этот пул игроков, с которым мы договорились летом. И вот мы с ними идем. Мы понимаем, да, этого недостаточно. Да, вот как в этом сезоне надо менять задачу. Нужно собирать новый пул. А уже сезон в разгаре, так просто уж никого себе не выдернешь. Опять же, выдергивать. Абы что, желания никакого нет. То есть, это нужно конкретно под конкретную позицию. То есть, это как бы задачу еще сильнее усложняет. Вот опять же, травмы. То есть, если говорить о травмах, то это абсолютно не то, что связано с соревновочным процессом или неподготовностью игроков. То есть, у нас, условно, все травмы игровые были. И, ну, там, переломы, сломанные ребра, сломанные руки, сломанные пальцы, там, выбитые запястья. То есть, это как бы следствие игры. И на это никак ты не повлияешь. Не работай на льду, не работай в зале. Так что, вот такая вот история в этом год заканчивается. На следующий год будем смотреть. То есть, как это обычно в течение, наверное, двух месяцев станет понятно. Вопрос возвращения команды в Китай. Он у нас, как бы, на повестке дня стоит. Ну, как это правильно сказать? Нужно, опять же, оценить за и против. Как уже говорил в начале этого сезона, в прошлом году мы решили, что риски, они превалируют над бюджетом, который дополнительно потребуется, это уже перевести команды в Китай. Вот сейчас в этом году то же самое будем делать. Будем оценивать риски, оценивать затраты. Понимать, потому что чемпионат длинный. Мир сейчас изменчивый. И нужно принимать во внимание все это и понимать так, чтобы никого не подставить. Наши перевезья в Китай, конечно, нам хочется. Но чтобы это, грубо говоря, не повредило проведение чемпионата на следующий год. Николай Викторович, спасибо. Спасибо. Коллеги, на этом можем перейти к вопросам. Кто хотел бы первый задать вопрос? Да, можно? Да, и давайте представляться имя, фамилия и название организации, потому что не всех здесь вижу и не всех помню. Рустам, у вас есть ответ. Я Рустам Шарфудинов, ТАСС. У меня вопрос на поверхности. Наверное, что будет с большей частью состава команды на следующий сезон, в первую очередь, что с контрактом Виктора Юрьевича. Но, насколько я понимаю, что, учитывая игру команды, есть, видимо, скорее всего, клуб будет рассматривать возможность продвижения с ним соглашения. Можете пояснить, пожалуйста? Касательно состава игроков. У нас лето мы подписали... Ну, как бы задача была длительная. Мы планировали играть в олимпийскую квалификацию два раза подряд. Первый планировали выигрывать. Соответственно, у нас у ребят, которые представляют китайскую сборную, у нас у всех долгосрочные соглашения под 26-й год. Поэтому сильно состав не изменится. Посмотрим, может быть, что-то сможем сделать в рамках лимита. То есть, грубо говоря, лимитный регионер, он же в две стороны работает. То есть, он и в российских клубах, если есть и в иностранных клубах. То есть, нам нужно 10 человек все равно иметь. С китайскими паспортами сейчас у нас их 13. Возможно, каким-то образом сократимся до 10. Будем пробовать усилить команду каких-то лидеров сохранить. Кого-то мы можем сохранить, кого-то работая в рамках нашего бюджета мы сохранить, скорее всего, не сможем, как нам это сейчас видится. Будем двигаться по поводу тренерского штаба. Вариантов много, в том числе и тот, который вы озвучили. Но я думаю, что до конца месяца нужно будет вернуться в Пекин, встретиться непосредственно с владельцами клуба, с руководителями и принять решение по поводу того, как мы будем видеть тренерский штаб на следующий год. Потому что он во многом будет зависеть от того, какую команду мы хотим видеть на следующий год. То есть, это же две вещи связанные. А Кунь-Лунь – вещь такая необычная. У нас каждый год новая стратегия и каждый год новый план. Поэтому, наверное, так ответил на вопрос. То есть, как бы анализ сезона продолжается. Мы видим много положительного, видим некоторые недочеты. В то же самое время Виктория Юрьевича с нами уже, скажем так, три года с разрывом. Поэтому мы его ценим как специалисты и будем рассматривать различные варианты. Я думаю, что к концу марта определимся. Еще один вопрос будет, Николай, вам даже. Учитывая, что вот такая ситуация получилась, что вы закладывали в календарь участие большей части игроков Кунь-Лунь в квалификации, этого не случилось. И на следующий сезон, я понимаю, что он, скорее всего, будет расшириться в плане месяцев и закончится в мае. А тем не менее, сборная Китая будет выступать на чемпионате мира, который как раз будет весной. Возможно ли, что как раз при готовке к следующему сезону вы будете это иметь в виду, чтобы как раз Кунь-Лунь не зависел от календаря сборной Китая, чтобы не было так, что вам опять придется, допустим, как вот было в октябре, проводить чрезмерное количество игр? Ну вот, вы, в принципе, своим вопросом сами на свой вопрос и ответили, то есть вот даже включая предыдущий вопрос. На сегодняшний момент нам самим, честно скажу, не совсем понятно, как у нас в дальнейшем будет выстраиваться отношение со сборной. Мы понимаем, что если сборная будет стараться добиваться результата, если результат будет как бы установлен на кровоувольный камень на блюдачных чемпионатах мира, нам надо будет иметь это в виду, потому что без наших игроков сборная Китая – это совершенно другое дело. Посмотрев на их выступления на олимпийской квалификации, да, они играли молодым составом, там играло очень много ребят, которые у нас по молодежи, по молодежке проходили, по кунь-дунерски, по вышке, но, в принципе, большинство из них было молодых заключение двух-трех хоккеистов. То есть, если, в принципе, эта тенденция сохранится, мы ее, в принципе, увидим уже в апреле на чемпионате мира, если они все-таки возьмут курс на омоложение и на то, что игроки будут в первую очередь привлекаться свои китайские, ну, поскольку у нас молодых игроков наторженности в Кубе нету, то есть у нас, в принципе, ребята довольно-таки все уже возрастные, то, скорее всего, мы на следующий год не будем так сильно принимать во внимание интересы сборной, ну, как в плане календаря, скажем так, не будем на них ориентироваться, вот. И в плане, соответственно, подготовки на сезон, скорее всего, тоже команда будет в первую очередь ставить задачу результатов континентальной хоккейной лиги. Нам, в принципе, этого бы хотелось, потому что, знаете, на двух судьбах сидеть всегда очень сложно. Соответственно, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, это комплектование состава и комплектование тренера состава, она тоже, опять же, от этого будет зависеть, что будет ставиться в главу угла, потому что, как мы говорили с вами летом, в этом году у нас все было подчинено олимпийской квалификации, исходя из этого и состава, и тренера, и все было подчинено данной цели. Спасибо, Рустам. На этом ваши вопросы. Добрый день, если можно. Александр Олев, Матч ТВ. Если можно, я вот уточню в ответ на ваш ответ, такой вопрос задам. Если честно, не очень понимаю смысл тогда вообще ассоциировать себя с Китаем, если вы не будете являться основной базовой командой для сборной Китая. То есть можете ли рассмотреть этот вопрос? Я не знаю, ну, если не вызываются игроки в сборную Китая, то почему Кунг-Лунь – китайский клуб? Он же выступает в Матч ТВ. И, ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. Да, я вас понял, я вас понял. Вот у вас чей паспорт? Вот вы гражданин какой страны? В России, конечно. Вот. Китайский клуб зарегистрирован в Китае. Он гражданин Китая. То есть Кунг-Лунь Ред Стар – это китайская компания с китайским владельцем, с китайскими финансами. Вот как мы себя можем ассоциировать с какой-то другой страной, кроме как Китай? Вот как бы сложно. Это примерно то же самое, как человек, у которого есть паспорт, и он, если у него паспорт российский, он россиян. Вот. Продолжая дальше. Вызов, не вызов игроков. Но это приоритет не наш. То есть Кунг-Лунь Ред Стар – это хоккейный клуб. Давайте я вот вам напомню. Был такой хоккейный клуб «Лев Прага», да? Он же у нас был где? В Чехии находился? Сколько человек из Льва вызывало в сборную Чехии? Он был базовый клуб сборной Чехии? Или был просто иностранный клуб, в котором играли чешские хоккеисты? Был клуб «Йокерит». Он был базовым клубом сборной Финляндии? Или не был? Николай, ну много, я извините, перебью, но много игроков вызывалось из Льва в сборную Чехии, особенно там, не знаю, в рамках Евротура какого-нибудь. И я уже не говорю про сборную Финляндии, где очень много игроков на том же чемпионате мира выступало. Ну, а из Хуин-Луни 15 человек играло на Олимпиаде 2012 в Пекине. Ну, мой вопрос касается именно этого сезона и следующего, да? То есть вы в этом сезоне… Ну, понимаете, я просто, понимаете, я не хочу, как бы, никого обидеть, я не совсем понимаю смысл вопроса. Вы являетесь китайским клубом, ваших игроков не взывают в сборную, зачем вы нужны? Мы китайский клуб, у нас есть идентика, мы хотим, чтобы играли китайские хоккеисты. Наши хоккеисты узнаваемые. У нас 15 человек с китайскими, как бы, с китайским гражданством, которые выступали за китайскую сборную на Олимпийских игр, знают в Китае, они здесь играют, у них корни китайские. Они играют, да, вот у нас в хоккей. Китай, китайская сборная идет своим путем. Да и бог-то с ней, пусть идет. Но мы китайский клуб. Почему мы играем в мытищах? Ну, потому что если бы мы играли в Пекине, у меня нет понимания, что половина российских клубов могла бы прибыть на игры в Пекин. Вот на сегодняшний день. То есть вот на сегодняшний день попасть в Китай на самолете довольно проблематично. А клубы не могут попасть туда каким-либо другим способом, кроме как самолет. Они же не будут из Москвы регулярно туда летать. Если бы мы были клуб в вышке, то в принципе можно было клуб ВХЛ привезти туда и там играть. Потому что ВХЛ календарь другой. Там играют 4 по 4 и между этими 4 по 3 дня на переезд. Садишься в регулярку и прилетаешь. Регулярка летает. А чемпионат ВХЛ он другой. Вы сегодня играете в Москве, через день играете в Пекине, а через день играете в Новосибирск. Соответственно после игры вы должны сесть в чартер и улететь. А чартер должен там приземлиться. Так вот на сегодняшний момент российские самолеты имеют огромные проблемы, чтобы приземлиться в Китае. Потому что, как вы знаете, большинство российских бортов, они в лизинге находятся. Ну вот как бы это же в газетах пишут. То есть вот как в Казахстане, так же самое в Китае. У них одинаковая политика касательно авиации. То есть вот в Казахстане сейчас летают только те борта, которые принадлежат авиакомпании. Хорошо там, аэрофлот в этом году ряд бортов выкупил. И вот мы, допустим, летали на аэрофлоте в этом году. А в прошлом году был вопрос, вы летаете либо на сухом, либо вы летите на, извините меня, на Ямале, которому 30 лет. Вот, ну не знаю, запихнуть команду в сухой, ну как бы жалко команду. Потому что он маленький, и это, извините меня, 5 часов скрюченным там сидеть, это немножко не то же самое, что лететь на том же Аэрбасе. А лететь на Ямале, ну немножко как бы стрёмно. То есть в истории Кунь-Луня дважды были инциденты авиационные. На других клубах, наверное, тоже какие-то минимальные инциденты происходили. То есть вот такая вот ситуация. То есть мы же в Пекине играем в мытищах в связи с этим. То есть это всё ещё отголоски пандемии, а потом то и политические ситуации, которые сейчас в мире происходят. Это же не то же самое, что китайцу Китаю вы не нужны. Так как не нужны? Мы туда переехали, мы каждый год рассматриваем эти варианты. Там есть площадка, всё есть. Проблема в том, что как бы хоккей это не только арена, то есть это ещё логистика, это ещё визы, это ещё и как бы проведение соревнований. Это нужно, чтобы трансляции правильно были. Это нужно, чтобы те же самые люди правильно приезжали. Опять же, визовый вопрос. То есть это же тоже, ну как бы это уже меньше, там как бы государственной поддержки имеется. Но как бы ключевой момент сейчас это вот транспортировка. Насколько это будет успешно и насколько это будет удачно. Потому что, ну, большинство клубов, ну, не захотят они из Москвы лететь в Пекин на сухом суперджете. Ну вот, ну, не знаю, вы бы захотели на сухом суперджете лететь в Пекин. Играть в хоккей, а потом опять садиться в сухой суперджет и лететь в Питер играть в хоккей. Безусловно, я не спорю, что проблемы есть. 20 минут у нас осталось до окончания нашей зум-конференции, поэтому давайте, чтобы все успели задать вопрос, чуть-чуть пооперативнее будем. Да, Алин, я сейчас просто подведу, как бы, черту. Просто, ну, я понимаю, то, о чем вы хотите спросить, да, китайский клуб никому не нужен, но это вот, как бы сказать, мнение обывателя. То есть, вот люди, которые читают, я не знаю, статьи, может быть, комментируют, вот им так кажется, что он никому не нужен. Но вы думаете, что олимпийская сборная Китая бы смогла выступить так, как она выступила в Китае, не будь в Кундуне? Вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Вы думаете, сколько нужно готовить команду, чтобы она вышла против лучших сборных мира, не побоюсь этого слова, против Германии, которая чуть не обыграла сборную России на предыдущей олимпиаде в финале, против Канады, которая всегда сильная, против Америки, и не проиграла бы им 20-0, у которой бы коленки бы не тряслись в этот момент. Это же все, условно, время требуется. Это только в компьютерных играх получается. Вот так вот я собрал команду, там ростер набрал, хопа, и полетел. Да нет, это время требуется. Люди-то, они же взрослеют, они матереют как личности, они матереют как лидеры, как спортсмены. Это все длительный час просто, ну, как бы, такой момент, что да, может быть, из-за того, что Китай, ну, не играет в Китае, ввиду тех моментов, которые уже назвал, да, как-то вот и потерялась связь, да, еще сборная решила туда молодиться на олимпийскую квалификацию. Но это их история. Мы тут как, мы китайский клуб, хотим, чтобы китайские хоккеисты играли, у нас сильные китайские хоккеисты. Смотрите, у нас Спенсер Фу в СКА в одного почти обыграл. Он же плохой хоккеист, что ли? А он китаец. Брат у него есть такой же, помог ему это сделать. Ну, то есть тут, как бы, я не знаю, мне такое кажется, более популистские вопросы вы спрашиваете. Все, закончил. Олег Морозов, представитель континентальной хоккейной лиги. Есть ли у вас вопрос? Вижу, что вы с нами сегодня. Олег, вы с нами на связи? Нет? Значит, давайте перейдем к следующему вопросу, пока Олег с нами не на связи. Коллеги, следующий вопрос. Раз, раз. Слышно? Слышно? Меня зовут... Здравствуйте. Я Шугайов Максим, спутник Китай. Вопрос к Николаю. Во время одного из нашего интервью, недавнего, вы рассказывали о том, что на пике, на одном из этапа развития клуба было порядка семи команд, включая молодежки, женские команды. И сейчас вы сказали, что отсутствие молодежки, так же дорого большинству клубу. Я хотел бы сказать, понятно, что у вас стратегия пока на стадии формирования, но возможно ли расширение или корректировка количества таких команд за счет молодежи к женских команд? Ну, смотрите, вопрос понял. Надо разделить сначала женский и мужской хоккей. То есть женский хоккей в этом году не представлен в ЖХЛ у нас по той причине, что Китай считает очень важным для себя развитие внутреннего первенства женского. То есть если вы в курсе, женский чемпионат Китая в этом году проходил не как обычно, то есть это был гладкий чемпионат в трех городах, да, они станциями играли, но они сыграли порядка 40 игр. Соответственно, Кунун Редстар, наша шенженская команда, как авангард женского хоккея, ну, как бы никто бы не понял, если бы мы продолжили играть в России на том моменте, когда Китайская Федерация Хоккея говорит, что мы прикладываем все усилия для того, чтобы развивать женский чемпионат Китая. Соответственно, Кунун Редстар и участвовал в женском чемпионате Китая, который благополучно выиграл. Вот, девчонки выиграли третий кубок в истории, молодцы. С детским хоккеем история немножко другая. То есть сейчас детский хоккей развивают регионы. Я думаю, что, насколько вы знаете, команды КХЛ, в принципе, все имеют молодежные команды. Вот, то есть мне кажется, что, возможно, это будет следующим этапом после переезда команды в Китай. То есть как только команда переедет в Китай, она там закрепится и станет технически понятно, что клуб может дальше продолжить существование в Китае. Скажем, не то что существование, а как бы проведение своих матчей в Китае. То мне кажется, что лига опять начнет разговоры, как это было раньше, что у нас в клубе КХЛ, у нас есть молодежная команда, должна быть клубный вертикаль. И, возможно, у Кундуни появится молодежная команда, потому что если мы говорим про развитие хоккея, то наличие молодежной команды, оно напрашивается. Но развитием хоккея в стране занимается национальная ассоциация. То есть есть ассоциация хоккея в Китае, которая занимается развитием института сборных, развитием кандидатов сборных, развитие хоккея в стране. Это не Кундунь. Кундунь вот как бы получилось так, что мы были как локомотивы всего в развитии перед Олимпиадой. Потому что так с места в карьер сразу ударились на молодежку и вышку, женскую команду и все. А сейчас после Олимпиады опять же управление переходит к ассоциации хоккея Китая. У них есть своя стратегия, свое видение. И в данной стратегии видение Кундунинерсер это просто один из клубов, которые есть в Китае. Поэтому мне кажется, что после переезда клуба в Китай вопрос о молодежной команде поднимет сама Лига. Вот мне так кажется. Но поживем и увидим. Спасибо. Пять минут ровно у нас остается до конца. Есть у нас время на один коротенький вопрос. Коллеги? Еще такой вопрос. Есть ли уже примерно понимание по предсезонной подготовке, может быть, выставочной лащи, в том числе в Китае? И я понимаю, что вы сказали, что по трансферам пока еще много белых пятен, но может быть, есть ли какие-то стратегии на трансфер на компанию? Спасибо. Ну, со следующего сезона, во-первых, основным фактором, влияющим на предсезонку, будет то, что Лига будет разрешить клубу начинать предсезонные сборы только 1 августа. Соответственно, соберется команда попозже. Очень во многом будет зависеть от того, где команда будет базироваться. Если все-таки нам удастся перевести команду в Китай, возможно, это будет Китай. В случае, если нам не удастся перевести команду в Китай, то мы опять же будем рассматривать варианты проведения нескольких матчей. И я думаю, что в этом сезоне, исходя из той конъюнктурной ситуации, в которой сейчас есть, скорее всего, получится. По поводу состава, давайте подождем еще, наверное, месяц-полтора, мы поймем, насколько мы, скажем так, свободны в плане принятия решения именно в моменте отхода Кунь-Луни от подготовки игроков для национальной сборной. Если это все-таки будет самостоятельный клуб, ну, как бы клуб с игроками, которые могут быть в теории вызваны в национальную команду, то состав будет близок к тому, который у нас был первые четыре сезона, когда мы будем рассматривать ребят, которые реально могут приехать, усилить команду и выполнить поставленную задачу. Спасибо. Три минуты у нас осталось. Успеем ли еще на какой-то вопрос ответить, коллеги, если у кого-то есть что-то не очень глобальное? Есть один вопрос. Так скажем, названы ли уже лучшие игроки сезона в клубе? Есть ли такая традиция? Что-то где-то есть. Не знаю, есть ли у вас такая неопределенность лучших игроков сезона. Ну, тут, наверное, лучше Виктор Юрьевича спросить. Я думаю, что в любом случае у него есть свое мнение по поводу лучших игроков в сезоне. Вы знаете, я отвечу так, что традиции такой нет, и называть лучших игроков – это просто некорректно. Это лига выбирает лучших игроков, это журналисты выбирает лучших игроков. А вот так прийти в раздевалку и сказать, пацаны, слушайте, тренерский штаб выбрал лучших игроков, лучший игрок – это ты, ты, ты. А остальным что тогда делать? Остальные скажут, ну нет. Поэтому такой практики нет. Многие ребята, очень многие ребята, ну, реально проявили себя хорошо. Были те, от которых мы… Ну, там, я, например, ждал как бы большего, но это нормально. Это всегда, это команда, большой коллектив, 20 человек, там, вот, кто-то лучше, кто-то хуже. Если бы все были отлично, слушайте, мы бы сейчас, может, играли бы. Да не может быть, а точно бы играли бы, по телевизору бы вы нас смотрели. Вот, а сейчас пока смотрите вот в зуме. Вот. Так что, да, кто-то лучше, кто-то хуже, как и всегда. Спасибо. Не ответил наш вопрос? Да, 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 спасибо. Спасибо за вопрос. Коллеги, две минуты у нас остается, поэтому, я думаю, будем мы завершать эту пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. Виктор Юрьевич, Николай Викторович, вам спасибо. Коллеги, спасибо за ваши вопросы. Увидимся в следующем сезоне. Ну и также будем на связи в течение межсезонья. И с 1 августа все начнем интенсивную работу. Поэтому всем спасибо за сезон, за участие в этой пресс-конференции во всех предыдущих по ходу сезона. Всем большое спасибо. На этом наша итоговая пресс-конференция по итогам сезона 23-24 завершена. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Всем до свидания. Как говорят в Матищах, с детства закуемой. Понял. Ну, она не могла закончиться. Да, да, да. Только так, по-другому никак. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.